Статья о церковном праздновании о народной обрядности СМ. Статью Иван Купала Рождество Иоанна Предсечи Один из христианских праздников, установленный в честь рождения сына у престарелых родителей, праведных Захарии и Елисаветы, впоследствии ставшего Иоанном Крестителем. Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя – один из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождение прославляемого лица. Действительно, в названиях других православных праздников слово «Рождество» встречается всего лишь дважды. Речь идет о праздниках Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы, в католической церкви имеет статус торжества. Праздник имеет древнюю традицию празднования практически во всей Европе, а во многих странах является государственным праздником. Евангельский рассказ «Рождество Иоанна Пресвятой» описан лишь одним евангелистом. Рассказ об этом событии мы находим в первой главе Евангелия от Луки. Согласно этому рассказу, отец и мать Иоанна Пресвятой носили имена Захария и Елисавета, жили во времена Ирода, царя Иудейского. Причем Захария был священником, оба они были провидны, достигли преклонного возраста, но не имели детей. Бездетность у евреев считалась большим несчастьем, даже позором, поэтому, как повествует евангелист, отсутствие детей у супругов повлекло за собой поношение между людьми и молитву супругов о даровании чада, которая была услышана. Захария в тот момент, когда он совершал рождение в храме, увидел ангела и получил от него предсказание о рождении сына, о том имени, которым сына нарекут, о радости, которую принесет его рождение как Захарий, так и многим представителям израильского народа о том, что сын будет велик пред Господом, а предстоящей его сыну миссии – представить Господу народ приготовленный. Захария, будучи стар, усомнился в услышанном и в результате, в подтверждении верности услышанных слов, был лишен архангелом Гаврион дара речи. По окончании дней службы Захарии в храме его жена зачала и в свое время родила сына, однако дар речи к Захарии вернулся не в сам день рождения сына, а лишь в то время, когда зашла речь о наречении имени младенцу на восьмой день. Дата праздника. Дата Рождества Иоанна Предсечи была вычислена на основе евангельского свидетельства о шестимесячной разнице в возрасте между Иоанном и Христом. Праздник оказался близок к летнему солнцестоянию, поскольку Рождество Христово было приурочено к зимнему. Таким образом, под знаком Христа Солнце начинает возрастать, а под знаком Иоанна уменьшаться. Так как часть православных церквей живет по юлианскому календарю, день Рождества Иоанна Предсечи приходится у них на 7 июля нового стиля. Поэтому в России и ряде других стран праздник потерял астрономическое соответствие с ансостоянием. Строгого соответствия астрономии нет и в странах григорианской датировки. Иванов день там отмечает 24 июня, богослужебное почитание, православной церкви Рождество Иоанна Предсечи относится к числу великих праздников и празднуется за 6 месяцев до Рождества Христова. 24 июня день этот всегда приходится на Петров пост. Рождество Иоанна Предсечи один из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождение прославляемого лица. Действительно, в названиях праздников православной церкви мы встречаем слово Рождество лишь трижды, Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Предсечи. Сам этот факт подчеркивает исключительное положение Иоанна Предсечи среди святых, почитаемых православной церковью. Полное название праздника в богослужебных книгах православной церкви. Рождество Честного Славного Пророка Предсечи и Крестителя Иоанна накануне праздника вечером служатся все ночные бдения. Стихиры праздника были написаны разными гимнографами. Иоанном Монахом Анатолием Андреем Иерусалимским Кассией Монахиней. В восьмом веке Иоанн Дамаскин написал канон этого праздника. Второй канон написан Андреем Критским. Иные праздники, посвященные Иоанну Предсечи. В честь Иоанна Крестителя установлены также следующие праздники. 7 января, Собор Иоанна Предсечи. 24 февраля в невисокосном году. 24 февраля в високосном году. 1 и 2 обретения главы Иоанна Предсечи. 25 мая, 3 обретения главы Иоанна Предсечи. 29 августа, усекновение главы Иоанна Предсечи. 23 сентября, зачатие Иоанна Предсечи. 12 октября, перенесение Десницы Иоанна Предсечи каждый вторник, за исключением Страстной Седмицы и совпадений с другими праздниками. Славянская обрядность, славянские народные названия праздника. Иван Купала, Иванов День, Иван Светный, Иван Травник, Иван Травный, Иван Колдовник, Иван Любовный, Иван Чистоплотный, Иван Веселый, Иван Купальник, Иван Лопуховатый, Иван Гулящий, Иван Веничный, Иван Градобой. Традиционно считается, что на Руси христианский праздник Рождества Иоанна предсечислился с языческим праздником Славян Купала, знаменующим Летний Солнцворот. Названия праздника раньше связывали с именем языческого божества Купала или Купала, хотя само существование такого божества спаривается. По этой причине намного более правдоподобным представляется объяснение, согласно которому название Иван Купала является славянским народным вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку аппетит Иоанна, Греч, Бета Альфа Пи Тау Юта Сигма Тау Та Сигма, переводится как Купатель Погружатель. Субтитры создавал DimaTorzok